Подмосковные вечера Владимир Винокур, он же Янар Лазоров, он же Аркадий Укутник, он же Леонид Брежнев, он же Михаил Горбачев, он же Филипп Киркоров и даже, если я не ошибаюсь, Майкл Джексон. И все это в одном лице. Он же замечательный мастер пародий и прекрасный специалист разговорного жанра Николай Лукинский в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, Кира. С Новым Годом пошел нафиг. Это как пароль у нас теперь. И тут началось. Началось прям сразу с места и в карьер. Так почему заслуженный негр России? С чего все началось? Ой, ну заслуженный негр – это, конечно, звание такое народное, хотя придумала его Регина Дубовицкая. И уже на концертах часто приходят там записки, а вот есть ли какое-то звание у Лукинского или какие там заслуги у него. Регина очень... Да какие у него заслуги? Возьми и брягни. Заслуженный негр России. Вот и все. И как-то с тех пор так уж повелось, что и меня мои друзья на концертах так объявляют. А потом я уже и сам так стал представляться. И когда меня ведущий спрашивает, Николай, как вас лучше представить? Я всегда говорю, скажите, постоянный участник телепрограммы «Аншлаг» – заслуженный негр России Николай Лухинский. Ну и, в общем, и когда они говорят эту фразу «заслуженный негр», конечно, уже зал взрывается аплодисментами, и мне уже легко выходить и начинать общаться с публикой. Говорят, вы замечательно рассказываете анекдоты. Ну, в принципе, почему говорят? Это уже большинство зрителей имело возможность увидеть по телевизору, ну, а те, кто еще не видел по телевизору, будут иметь такую возможность увидеть это вживую. Так это талант или это благоприобретенное? — Откровенно говоря, анекдот вообще, конечно, нужно уметь рассказать. Хотя, в принципе, в анекдоте уже заложена комическая ситуация, в анекдоте уже заложено, что у нас на профессиональном языке называется «реприза», неожиданный поворот, который вызывает смеховую реакцию, так скажем. Но, я думаю, вы сами встречались с такими людьми. Есть анекдотчики, а есть люди, которые не умеют рассказывать анекдотов. Для этого не обязательно быть артистом. И даже есть артисты, которые, так не в обиду им будет сказано, не очень хорошо рассказывают анекдоты. Хотя, юмористы, конечно, это, в общем, они тонко чувствуют природу комического, поэтому юмористы, как правило, рассказывают анекдоты все очень хорошо. И я не знаю, трудно сказать, что это талант, или просто это очень такое с детства любимое занятие рассказывать анекдоты, потому что, как правило, в конце анекдота возникает у служителей смех, а моя задача не только профессиональная, но и природная, врожденная. Если люди смеются над тем, что я сказал, значит, я делаю что-то полезное. Мне вот так всегда казалось и кажется сейчас. Вы получили свою популярность как пародист, то есть приобрели известность, а потом появились какие-то номера уже действительно разговорного жанра, наверное, какие-то авторы пишут уже специальные номера. Есть, которые написаны специально для вас? Ну, во-первых, конечно, я, как вы говорите, получил известность, работая в театре юмора плюс под руководством Леона Измайлова. Уже 10 лет я у него работаю. Конечно, сначала это были пародии. Пародии для меня тоже писал Леон Измайлов. И там пародии на Яна Орлозорова, на Винокура, как вы в самом начале сказали, пародии на Брежнева, Горбачева, Жириновского. Они проходили с большим успехом. Но, вы знаете, Кира, наверное, у каждого артиста моего жанра наступает период, когда задумываешься, а дальше что? И это во-первых. А во-вторых, все время как бы пародия, она всегда вторична. Поэтому хочется что-то свое открыть, открыть свой образ, открыть свое лицо. Хочется найти, так скажем, свой кулинарный технику. Понимаете, о чем я говорю? То есть, Хазанов был кулинарный техникум, там Танков и Владимиров, это Вероника Маврикина, Дотя Никитишна. Да, их были образы. Потом, ну вот, Верка Сердючка, это, значит, у Андрея Данилка. Это тоже колоссальный образ. И, в общем, у каждого практически артиста можно, обязательно у известного артиста, должен быть свой кулинарный техникум. Ну, у меня таким кулинарным техникумом явился вот заслуженный, вернее, чернокожий герой, мой студент из Зимбабве. Номер, по которому меня не только узнали, но и запомнили. Потому что узнавать могут, а запомнить так, чтобы вот показывать номер по телевизору. И все дела человек бросает. И вот внимание приковывает, причем вся страна. Потому что уже на следующий день со мной так и стали разговаривать. С Новым годом пошел нафиг. Буквально вот вся страна припала к телевизору, когда впервые увидели негра. Еще непонятно кто, даже не поняли, что я. И непонятно, то ли это чулок, то ли это грим, то ли это вообще настоящий негр. Вот, это было важно. Вот эта задача, эти несколько задач переплелись в одном образе, когда приковывается внимание и запоминается. Я вам приведу пример простой. В Уссурийске у меня концерт, а жена вместе со мной ездит на гастроли. И как звукорежиссер мне помогает. То есть она у меня директоры, костюмеры и администраторы. И в том числе звукорежиссер. И она сидит в зрительном зале. А в афише у меня так и написано. Заслуженный негр России Николай Лукинский. И вот, значит, она говорит, уже минут 10 идет концерт. Я еще не показывал свой номер с негром. У меня большая сольная программа. И минут 10 или 15 идет концерт. И вдруг она говорит, слышу за спиной разговор. Муж с женой разговаривает. Жена говорит мужу, слушай, так он же не негр. Проходит там еще несколько секунд. Муж ей отвечает, точно не негр. И дальше опять обманули. Представляешь? Опять кинули. Да, опять кинули. То есть, представляешь? Ну, это, конечно, уникальный вообще, так сказать, случай. То есть, некоторые подумали, что в аншлаге появился негр, юморист. Это что, нормальное дело? Плохо, что ли? А вы когда-нибудь пользовались навыками пародиста, талантом пародиста в личных целях? В не сценических? Не пробовали? Ну, если не пользовался, то, конечно, так в качестве розыгрыша, в качестве какого-то прикола. Вот я, например, когда служил в армии офицером после института, вместе со мной служил прапорщик по фамилии Рассоха. Вот я, пожалуй, с того времени понял вкус к пародиям. Появилась у меня любовь к пародиям. Значит, мы служили с ним на параллельных телефонах. Я в группе обслуживания авиационного оборудования. Он на складе, кладовщик. У него там приборный всевозможный и спирт авиационный. У него была самая блатная... Он был жутко смешной. Короче, представляешь, я с ним... Звонит телефон у меня у него. Я снимаю трубку, говорю, слушаю лейтенант Лукинский, а он говорит, слухаю прапорщик Рассоха. Такой дядька, когда над ним подшучивали, он всегда злился и говорил, вы меня, дурака, за кого держите? Гениально, да? Такую фразу ее не придумаешь. Это надо выкрутить. И вот, значит, один раз у нас был строевой смотр. Приехал главком ВВС, тогда был маршал авиации Кутахов. Это был 1984 или 1985 год. И вот стоит весь полк, идет главком. И надо ему именно к этому Рассохе подойти. Товарищ прапорщик, как служба? Рассоха говорит, поманенько у тебя как? Знаешь, там полк весь упал, Рассоху, значит, на галпахту, значит, за нарушение субординации. Короче, что касается пародии. Звонит телефон. Пришел приказ о моей демобилизации. Вот я держу, значит, этот самый приказ. Он такой, в форме телеграммы, ну, уже все, из руководства военно-воздушных сил. Сижу, значит, тут у меня офицеры, прапорщики. Значит, я говорю, ребят, сегодня будем обмывать мой дембель. Я выставляю, все как положено. Все, значит, потирают руки. Звонит телефон. И я, человек, который до того вообще не занимался пародиями, снимаю трубку и говорю, «Слухаю, прапорщик Рассоха». Вот так захотел, значит, настроение было хорошее. Попал в голос. На том конце провода инженер полка. Говорит так в полголоса. «Рассоха, я к тебе сейчас приду, налей 3 литра спирта». Я говорю, да пошел ты нафиг. Товарищ майор, сейчас все брошу, кинуть тебе спирт наливать. У меня вот прапорщики сидят неопохмеленные. Лукинскому приказ пришел, на дембель будем обмывать сегодня. Вообще сюда больше не звони, придурок. И кладу трубку. Конечно, уже через 5 минут этот, значит, Рассоха возле своего склада стоит по стойке смирно. Вокруг него бегает инженер полка. Молчать он. «Да я же молчу, не поймешь». «Смирно, да я же Смирно». Он говорит, «Ну, Рассоха, я тебя посажу». «За шо? За воровство?» «Да мы же вместе воруем, товарищ майор». Ну, потом все это выяснилось. Конечно, потом все это, как бы, я сам рассказал. И вместе выпили, и в том числе и этот инженер полка, и этот Рассоха. Но сам случай, конечно, смешной. И вот так вот у меня, в общем, и началось. Мы таким своим замечательным рассказом немножко опередили мой вопрос. Я хотела вас спросить, как же, собственно, выпускник Смоленского филиала, Московского энергетического института, дошел до жизни такой, юмористическо-пародийный? Давайте я расскажу сначала про первое выступление вот в самодеятельном театре Смоленском. Значит, мне поручили две роли в одном спектакле. Ну, это был эстрадный спектакль, состоящий из миниатюр. У меня там было две роли. Первая роль была, это шаги за сценой. Значит, артисты на сцене разыгрывали какую-то миниатюру. И потом в какой-то момент нам сказали, «Тихо, кто-то идет». Так вот это вот, кто-то идет, значит, изображал я шаги. А вторая, значит, у меня роль была еще ответственнее, шум падающего тела. Значит, там какая-то драка начиналась на сцене. Потом человека выталкивали за кулисы, а я должен был изобразить, что он там падает. Я держал железа какую-то, я ее, значит, ронял. Она с грохотом падала. И в зале это вызывало жуткий смех, что там человек упал с таким грохотом. Но это надо было видеть, как я играю на террор. То есть падать тоже нужно уметь. Да, да. Это, конечно, я понимал, что это ответственность, решается моя судьба. Это, значит, было выступление, так скажем, первое мое выступление вообще. Меня зрители так и не увидели. Тогда в конце я вышел на поклон. Они, видимо, подумали, что там за идиот какой-то. И весь светакль не был, а какой-то халявщик, значит, примазался к артистам. Я-то знал, что я играл. Я же изображал. А второе мое выступление тоже совершенно определенное. Я еще работал преподавателем. Это 87-й год. И руководитель Новосибирского театра миниатюр, такой Валерий Николаевич Харитон, заслуженный артист России, он руководил театром миниатюр при филармонии. Он просто меня пригласил на месяц съездить с театром. А там же каникулы два месяца у преподавателя. Так вот, на месяц он меня пригласил съездить с театром миниатюр на гастроли в Прибалтику. Это было 20 концертов, да. И ставку мне сделали 7 рублей 50 копеек за концерт. В общем, это были нормальные деньги. Я помимо своей преподавательской зарплаты, я, значит, еще заработал там 150 рублей. Шикарно было. А потом окунулся в мир. Они меня научили курить. Мне было 27 лет. Я ни разу в жизни не курил. Они меня научили курить. Причем так, мне душно в этом автобусе. Все курят. Я говорю, ребят, я помираю уже. Они говорят, ты сам закури, тебе легче будет. Я, вот, значит, они меня научили курить. Они меня, ну, не скажу, что научили пить, потому что, ну, хотя мы там с ними так немножечко выпивали. Но я уже умел просто до того времени. А в общем, в общем, я увидел, что такое профессиональная жизнь, что такое жизнь профессионального артиста. Это, конечно, сложнейшие переезды. Это бессонные ночи. Это, как сказать, разлука с семьей долгая, потому что месяц мы ездили. И это гостиницы. И не всегда это хорошие гостиницы. Это самый разбитый там какой-то автобус. Ну, в общем, это было непросто. Но я влюбился в эту жизнь. Еще год я продержался преподавателем. Но я уже понял, что все, надо уже все бросать. И либо заниматься этим, либо уже тогда вообще не заниматься. Ну, в общем, это меня перетянуло. Вот так. Так, собственно говоря. Так все и случилось. Да. А в жизни вы какой? Вот мы сейчас, когда с вами разговариваем, я поймала себя на мысли, что даже вот самые серьезные вещи в вашем изложении, я начинаю улыбаться. А в жизни вы действительно всегда так обстоятельствует? Ну, на самом деле, я думаю, что если бы сейчас не было здесь камер, мы бы с вами точно так же общались, я так думаю. Потому что на самом деле, по большому счету, конечно, юморист – это не профессия. Пусть это звучит банально, что это не профессия, это состояние души. Но я сейчас, у меня как бы очень большой круг друзей и аншлаговцев, и вообще юмористов, профессиональных. По большому счету, это все люди очень открытые, веселые. Хотя есть такое, знаете, в народе ходит мнение, что юморист в жизни смурной единицы, наверное, может один-два процента таких есть людей, то среди авторов, может быть, которые вынашивают там репризы внутри где-то у себя, а потом их выдают. Хотя даже те вот авторы, у которых очень такой серьезный, суровый имидж, все равно они очень остроумные люди, и может там одно слово за вечер сказать, там, или одну фразу, но все будут лежать. В общем, это нормальное такое, обычное состояние. Плюс я просыпаюсь всегда с хорошим настроением. Вот знаете, есть люди, которые утром, ну невозможно общаться с человеком. Почему? Просто потому, что утро. К вечеру расходятся, становятся нормальными. Ну, я думаю, вы тоже с таким. Утро добрым не бывает. Да. А у меня такого нет, причем это с детства. У меня родители такие, проснулся уже хорошо, классно как, и пошел шутить, веселиться. Нормально, это нормальное состояние. Вы счастливый человек? Обычно. Ну, хотелось бы так думать. Хотелось бы, а что, конечно, я, у меня дочки старше 19 лет, младше 12, с женой мы уже 22 года будет уже, вот как мы женаты, и с женой с первого по десятый класс учились вместе. И вот уже так шума, нет, в этом смысле. Вот, любимая работа, которая приносит не только материальное удовлетворение. Не только, извините, переговорю. Любимая работа. Почему? Любимая работа, которая приносит не только моральное, но и материальное удовлетворение. Нормально, конечно, слава богу. Да, дай бог, дай бог всем нам того, что у меня есть. И хорошо, конечно, хорошо, чтобы все были счастливы. Почаще улыбались, приходили на концерты Николая Лукинского, и все у вас будет нормально. А как вы попали в аншлаг? Мы сейчас так достаточно часто вспоминаем об аншлаге, потому что и вы в аншлаге всегда, возможно, увидите, и вы уже практически превращаетесь в лицо аншлага. Да, ну, да, если не в лицо, то хотя бы и в его черную часть лица. Я в аншлаге совершенно конкретно 4 года. Я же давно уже работаю с Леоном Измайловым, и просто ну, все были пародии, 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 это действительно жанр такой расхожий, пародиями занимаются многие, и как бы предложить себя в аншлаге с пародиями было сложно. Более того, я вам скажу, в 92-м году аншлаг и Регина, в частности, проводили конкурс такой «Смех в мешке». Ну, это было 9 лет назад. И там участвовали молодые юмористы, и вот я стал лауреатом этого конкурса. Ну, я тогда делал пародии, ну, показали там, как лауреаты меня показали в одной передачке, так, номерочком. Вот. Ну, и как бы все, на этом закончилось, потому что таких полноценных, полновесных номеров, откровенно, я считаю, тогда мне казалось, что все нормально, а сейчас я понимаю, что, конечно, тогда это все было еще на переходном уровне между самодеятельностью и таким средним профессионализмом. Вот. Потом у меня появился номер, может быть, вы видели первый номер в мой в аншлаге «Эй, ухнем», когда оперный певец там поет под фонограмму, и фонограмма никак не может закончиться там что-то, и он все время уже «Ухнем», «Ухнем», раскланяться, пошел, а там на фонограмме «Еще разик», и ему некуда деваться, и он, значит, начинает это все, и это продолжается бесконечно, зрители, конечно, рыдают, потому что он опять поклонился, только опять «Еще разик», «Еще да раз», и, в общем, все это продолжается долго-долго-долго, вот этот номер у меня, пусть я понял, что он номер эксцентричный, что он, в общем, имеет право, наверное, он действительно проходил с колоссальным успехом. Записали мне, ребята, этот номер сняли на камеру, я через Леона Измайлова, значит, передал Регине, просто посмотреть, ну, подойдет мне, Регина посмотрела, говорит, очень хороший номер, хорошо сделан, но плохо снят, поэтому я говорю, не против, пожалуйста, снимем в концерте, только я сама сниму, и вполне возможно, что он появится в аншлаге, и так и произошло. А потом еще, Регина, тогда была такая рубрика «Встречи на Кузнецком мосту» с публикой, с людьми там, кто приходил просто. И вот как репортаж с Кузнецкого моста, тоже она попросила меня вести, потому что я до этого в передаче Леона Измайлова «Шут с нами» и шоу «Досье» снимал репортажи, как бы опыт у меня был такой. Но это, в общем, ближе к вашей профессии уже такая журналистская, плюс, конечно, там приколы какие-то и пародийные мотивы. Вот все это объединилось, и так получилось, и я понял, что как бы нужно для аншлага, какие номера нужны. Так постепенно, постепенно, собственно, мы дошли и до негров. А как рождаются эти сюжеты для номеров? То есть, есть которые, есть сюжеты, которые вы сами подсказываете автору, или вообще, которые сами пишете? Ну, по большому счету, конечно, это дело автора. Хорошего, крепкого, профессионального автора придумать номер для артиста. Но есть, вот, например, я задумал такой номер два года назад, пародия на Верку Сердючку. Сделал, сам написал, когда образ чувствуешь, значит, то и пишешь. Там у меня получилось так, что Верка Сердючка изрядно выпила, он же все время этот, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, Верка все время, по чуть-чуть после передачи, вот давай по чуть-чуть, выпьем по чуть-чуть. Короче, я говорю, вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, я и назюзюкалась, и, в общем, все это, что берет у меня был, шарф такой, правда, бюст я не делал, но там была такая развязка, что у меня, оказывается, сперли надувную грудь. Еле сперла грудь у меня. Короче, этот делал номер на концерте, зал принимает прекрасно, Регина говорит, Коля, ну, зачем тебе пародия? Во-первых, говорит, откровенно говоря, не очень точно, а во-вторых, ну, сделайте самостоятельный монолог. Я взял, переделал, переделал, и у меня сейчас в репертуаре, в общем, ну, один из самых смешных номеров, я не знаю, можно ли назвать его одним из самых лучших, но одним из самых смешных я могу называть точно монолог пьяного проводника, то есть на перроне стоит проводник, уже мужик, уже никакая, не Верка Сердючка, в Драбадан пьяный проводник, поезд уже давно ушел, но проводник об этом не знает, и произносит молок. И, в общем, из пародии появился номер, который уже даже был в аншлаге, и по телевизору, и я его на концертах исполняю, в общем, с довольно большим успехом он проходит. Хорошо, есть автор, есть текст, есть номер, есть исполнитель, есть концерт. А вот насколько в концерте присутствует элемент импровизации? И вообще может ли он быть в эстрадном концерте? Вот скажем, в вашем. Ну, конечно, импровизация, это может быть там несколько фраз. Ну, вот озарила. Ну, конечно, да, это практически на каждом концерте бывает, особенно на сольном, и это бывает где-то, как правило, внутри номера, когда ты в образе. Ну, я приведу вам такой самый запоминающийся, пожалуй, пример. У меня одним из любимых номеров, и, собственно говоря, может быть, самыми первыми пародиями, которые как-то более-менее принесли мне известность, и люди меня стали узнавать, и была пародина Михаила Сергеевича Горбачева. Может быть, в силу внешнего сходства, когда я еще надеваю очки со шляпой, то это просто неотличимо. Я до сих пор на концертах людям просто напоминаю, как бы, надевая очки со шляпой, я просто стою там минуту, и зал умирает от смеха, потому что сходство один в один только такое, знаете, карикатурное. Ну, в общем, потом я еще снимаю шляпу, иду в зал с этой шляпой, дескать, кто чем может, да. Ну, вот. Подают? Нет, нет, я не дохожу, я просто как реприза. Да, но, вот, когда еще Горбачева хорошо, конечно, знали и за границей, и у нас, когда он был еще власть, я уже не помню, там, то ли был он президентом, то ли уже не был, но неважно. Я, значит, с пародией на Горбачева выступал на презентации фирмы Sharp. Там все наши, со всей России, дилеры съехались, вот сидят в зрительном зале, идет концерт, прекрасно принимают все. А возле стеночки стоят японские разработки, последние самые, там, видеокамеры, телевизоры, плееры, там, что-то еще. И пять человек японцев, они как бы все это представляют. Японцы, конечно, ничего не понимают, что происходит на сцене, просто глазки, значит, узенькие, улыбочки дежурные, и они, значит, пока концерт идет, они молча смотрят. Потом, когда антракт, к ним подходят, они что-то там показывают. Потом опять концерт. И когда дошла очередь до моей пародии на Горбачева, я надел очки, шляпу, там заговорил, его голосом процесс пошел. С одним японцем началась истерика. Вот не просто он засмеялся, а глаза вообще исчезли у него. Тут слезы, значит, непонятно откуда берутся. Он за живот схватился, аж хрюкает. И вот это с ним истерика, причем у всех на глазах, он сбоку. Я вижу, что зрители смеялись на мной, потом смотрю, уже весь зал смотрит на японца, и все, знаете, уже про меня забыли, потому что он в сто раз смешнее, там картина жуткая. Я понимаю, что сейчас про меня забудут. Тогда я показываю на японца рукой и говорю, да вот и товарищ Назарбаев меня поддерживает. Понимаешь, обвал, конечно, сразу, и все, про него забыли опять ко мне. Но, и клянусь, это импровизация чистой воды, это, значит, такой кайф. Я сам понимаю, что сейчас будет истерика уже за долю секунды. С негром пример, когда у меня еще не было в репертуаре негра. У меня пародия Нарлазорова такая, значит, Леон Измайлов написал. Политическая пародия. Я Нарлазоров баллотируется в президента России от юмористов. И я там говорю, значит, мужик, у тебя, значит, это, ты, сейчас, сейчас. Мужик, ты знаешь, кто будет президентом от юмориста, знаешь? Правильно, Нарлазоров, молодец. А знаешь, почему? Потому что я кандидат от партии мужиков. Все, мужик, я тебе возьму президент в команду. Ты кернуть можешь с президентом? Нормально. Ну, зрители спрашивают. Можешь выпить, тебе по лицу видно, что можешь. Все, мужик, я тебе беру, кернуть можешь, кириенко будешь, понял? А у тебя чуб красивый, кудрявый, тебе тоже возьмем, будешь чубайс. Вот. А ты все время спишь. Ну, иногда просыпаешься. Недовольно так губами держишь. И опять засыпаешь, гайдар будешь, понял? Остальные аплодируют президенту, его команде, понял, мужик, нормально. Очень смешная пародия. Всегда проходила с успехом. Ну, знаете, вот как бы я в финал концерта ставил или в финал там своего номера. Вдруг во время, я уже начал делать пародию, забегал по залу, и вдруг я увидел сидит с краешку на первом ряду негр. Непонятно, как попал на концерт. Ну, смеется, ясно, что знает язык. Я, значит, конечно, я уже чувствую свой внутренний экстаз актерский от того, что сейчас произойдет. Я, значит, всех уже набрал. Кириенко, Чубайс, гайдар, конечно, я подбежал к этому негру. Музик, ты мне больше всех нравишься, мужик. А тебе тоже возьму. Я, значит, его поднимаю, поворачиваю лицом к зрителям, зал уже там заревел. Возьмем зал, возьмем. Я этому негру говорю. Все, мужик, я тебе беру, черномырдин будешь. Ну, все. Представить, что было дальше, просто невозможно. Знаешь, народ встал и, стоя несколько минут, такая, ясно, что, понимаешь, ну, видимо, они его знали там или что, что это не подсадка. Ну, вот, вот, пожалуйста, такой. И еще на одном концерте у меня был такой же случай, но уже, правда, на банкете, там, за столиками, а негр был официант. И я его подвел, и где-то, и тоже, реприза прошла просто. Ну, уже не как импровизация, как уже повтор. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, пример импровизации. Ну, в общем, таких удачных, конечно, можно пересчитать по пальцам, наверное. Ну, в общем, импровизация – это нормальное состояние. Это нормальное, как бы, ход. И хорошо, конечно, когда ты можешь себя почувствовать так комфортно, вот, перед зрителями, стоя на этой сцене, вот, родные, как близкие, тогда уже рождается, рождается что-то очень приятное и неожиданно смешное. А какие еще, на ваш взгляд, вот, есть для вас лично ориентиры на эстраде, ну, скажем, звезды? Конечно, Аркадий Исаакович Райкин, которого, вот, нынче 90 лет отмечает вся страна с большим размахом, вся, так скажем, бывшая СССР во всех республиках, гениальный человек. Вот. Ну, вот, я говорю, на сегодняшний день я считаю артистом номер один Владимира Виноку. А так, в общем, я с большим уважением, с большой любовью отношусь ко всем нашим мэтрам – Хазанов, Петросян, Евдокимов, там, Клара, Шифрин. И, знаете, есть, говорят, бывает, что нравится, не нравится. Знаете, мне все нравится. Мне все нравится. Я понимаю, что этим артистам, дай сильный номер любой, Манолк, они обязательно сделают из него. Даже они и слабого-то делают хорошие номера, а если уж это сильный текст, если это хороший прием актерский, то тут уже актерское дарование такое, что они... Ну, конечно, конечно, есть еще история, там, Николай Павел Смирнов-Сокольский, о которых, в общем-то, только в книжках читал, там, а еще Никита Федорович Балиев, это вообще история эстрады, это Константин Эдуардович Гибшман, это как бы, ну, установление так называемой нашей советской эстрады. Конечно, конечно, это люди, у которых Олег Милявский, конферансье, знаменитый наш, которого я застал и был на концертах у него и видел, как он работает. В общем, это все для меня эталон, и все пример для подражания. Конечно, надо найти свое лицо, я, к сожалению, это очень, как бы, ну, не знаю, поздно, не поздно, но понял это уже с возрастом, что действительно пародия очень хорошо, очень хорошо пародия, но все равно должно быть что-то более узнаваемое. В заключении анекдот от Николая Лукинского, какой-нибудь такой жизнеутверждающий, оптимистичный. Ну, потрясающий анекдот вчера прочитал в московском комсомольце. Бабушка, а я опять летал во сне. Она говорит, я не бабушка, я нарколог. Ну, вот на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем нашу беседу с замечательным мастером разговорного жанра Николаем Лукинским. Всего вам доброго, ждем еще вас в нашей студии и в программе «Подмосковные вечера». До встречи, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»